А вы поедете на бал. Конкурс под таким названием скоро пройдет в нашем городском округе. В нем примут участие специалисты парикмахерского искусства, мастера маникюра и визажисты. На совещании, которое прошло в администрации, обсудили все организационные моменты, связанные с проведением конкурса. Все подробности у Надежды Арсеньевой. В администрации города прошло собрание, на котором выступили инициативные группы с просьбой помочь в организации привлечения специалистов для конкурса «А вы поедете на бал». Этот конкурс рассчитан на мастеров парикмахерского искусства, визажистов и знатоков маникюра. Подобный конкурс проводился в прошлом году, но в нем принимали участие лишь молодые специалисты от 18 до 28 лет. Теперь же, по пожеланиям участников конкурса, могут принимать участие специалисты всех возрастов, дабы показать свой талант и умения для окружающих. Итак, проект положения рассматриваем. Цели и задачи проведения конкурса – повышение профессионального интереса молодежи города к профессии мастера. И дизайнера маникюра, парикмахера, визажиста. Второе. Позволяет молодым дизайнерам, парикмахерам, визажистам проявить свой талант и креативно способствует профессиональному росту более опытных мастеров. Третье. Предоставляет отличную возможность салонам красоты отличиться среди конкурентов и повысить престиж своей торговой марки. Четвертое. Расширяет рынок сбыта услуг в сфере красоты. Пятая победа в конкурсе – это повышение профессионального имиджа мастера, а также салона, который он представляет. Малый и средний бизнес чувствуют кадровый голод в таких специальностях, как поварское дело. Также не хватает обслуживающего персонала в медицинских отраслях. Данный конкурс хотят проводить на постоянной основе, чтобы привлечь молодых специалистов. К сожалению, часто приходят люди, которые не имеют понятия профессии. Мы хотим сделать это круглый год, вот эти вот конкурсы профессионального мастерства, именно в рамках профориентации. Потому что мы как предприятие, у нас не хватает поваров, у нас не хватает официантов. То есть постоянные кадровые голы, потому что приходят люди, которые совершенно не имеют представления об этой профессии. То же самое мастера маникюры, то же самое парикмахер, то же самое, там масса медицинских сёстров, медперсонал, они же тоже испытывают дефицит. И получается, что вот этим профессиям внимания не уделяется никакого. Мы в этом году, Светлана Григорьевна, планируем провести мастер-классы. Приедут специалисты из Владивостока и из денежных средств, которые заложены на программу развития малого и среднего бизнеса, мы проведем эти мастер-классы. Они довольно дорогие, недешевые, но там значимость, конечно, такого уровня у нас-то в городе нет. Конкурс решили проводить 19 мая. Подача заявок на участие в конкурсе до 12 мая. Будут следующие номинации. Прическа к выпускному балу, дизайн ногтей и вечерний макияж. Организаторы хотят привлечь профессионалов по парикмахерскому искусству из Владивостока, чтобы они были членами жюри. И за свои точки зрения оценили искусство и мастерство участников нашего конкурса. Я вспоминаю, в один год был победитель, который украсил прическу корнями деревьев. Это было нечто. Очень красиво. Так и необычно. Материал-то какой. Администрация и инициативная группа, состоящая из предпринимателей малого и среднего бизнеса, заинтересованы в привлечении молодых специалистов к данному конкурсу. Ведь подобные мероприятия повышают квалификационный уровень работников, их мастерство и интерес к делу.